Всем привет! С вами снова Маша и Гоша. И сегодня мы начинаем новый проект. У нас будет вот такой полуторатонный морской аквариум. Переделанный. Нет, не в аквариум. Снова во флорариум. Собственно, сегодня мы приехали сюда уже первый раз работать. Сейчас наша задача убрать весь этот СРК. Надеюсь, меня слышно за тем, как Гоша гремит. Монолитная штука. Акрил и дерево. Камни. Вот один мешок уже набрали. Попозже извесим, сколько было ради интереса. И по плану у нас сегодня еще шетки приклеить. Ну, если успеем. Да, супер-контент. Больше детей у нас не будет. Мы уже демонтировали внутреннюю часть. То есть убрали все камни и песок. Демонтировали оборудование. Просверлили дырку под фитинг. И сейчас можем наблюдать, как Гоша занимается хардскейпом. Это будет относительно бюджетный проект. Вернее, не относительно, а для такого объема, я бы сказала, вообще бюджетный проект. Мы решили использовать в качестве декорации пробку в этот раз, а не дуб. Потому что она легче и объемнее. Уже приклеили решетки. Мы обошли шахту. И, в общем, у нас вот так вот вышло. Гоша сидит на фитинге. Вон, прям под ним видно его. Итак, мы собрали хардскейп. Для того, чтобы его собрать, нам пришлось делать очень много фотографий. Потому что я находилась снаружи и смотрела за процессом. А Гоша внутри крутил. В общем, как вы видите, ветки самые простые. Хотя это и пробковый дуб из Сочи. И сейчас мы уже пеним. Израсходовали мы достаточно много всего. По материалам мы привезли сюда три огромные кучи. Почти ничего не осталось. Пена стандартная, миус коричневая. И на сегодня мы только запеним, и все. Взяли с собой 30 баллонов. Ну, уйдет, наверное, сюда примерно. Ну, штук 12, наверное, уйдет. Довольно. Гоша кричит больше. Ну, зная нас, ну, давайте делаем ставки на 15. В следующем ролике посмотрим. 20. 20. Хорошо. Я считаю 15, Гоша считает 20. Будем смотреть. Кто прав. Знакомьтесь. Зверь. Зверь очень нас контролирует. Мы даже сделали некий водоем. В итоге у нас ушло, оказалось, не прав, ни я, ни Гоша. В итоге у нас задней стенкой с водоемом ушло 17 баллонов пены. Теперь нам надо ждать, когда все это засохнет. Будем дружно все это обрезать. Красота. Сейчас Гоша будет погружаться в это все дело и будет обрезать. Сегодня у нас по плану засыпка грунта, дренаж. Веточки, кстати, очень классно смотрятся. Мы первый раз их брали. И, насколько мы поняли, мы вообще первые, кто их использовать будет. Они у нас есть уже в продаже. Чем они классные, они, как видите, вот такие фактуристые. Они, конечно, хрупкие, но мы не собираемся по ним прыгать. Вот наши запененные стволы. Светильник еще морской наполовину. В смысле вообще морской, сейчас свет еще не меняли. Сейчас нам предстоит обрезка. Мягко говоря, неудобно. Такая куча обрезанной пены. Уже достались стяжки. Почти красота. Сейчас уже занимаемся дренажом. Мы в этот раз в качестве дренажа решили использовать уголь. Как бы логично, красиво. И чего скрывать с него уж дешево. От решеток мы не уходим. Потому что все равно трудно будет, если мы просто постелим спонбонд, все равно грунт где-нибудь будет просыпаться. Поэтому решетки останутся. И здесь будет некий бутерброд. Здесь сначала будет лежать спонбонд. Сверху решетка, а сверху еще спонбонд. Но ничего не будет заклеено. Все будет просто как бы слоями, чтобы обезопасить грунт от закисания. И мы уже вкрутили фитинг. Он вон там у Гоши в ногах. Водоем будет совмещенный с дренажом. Поэтому вся излишки воды будет сливаться в комистру. Прошла неделя или чуть больше. Мы вернулись сюда. Сегодня мы будем доделывать наш прекрасный флорариум. Растения будут здесь самые простые. Сегодня мы подключим уже освещение. Все системы коммуникации. Давайте пробежимся, что мы взяли. Ну, взяли Монстеру, которую мы очень долго и нудно выращивали. Для магазина, кстати. Также здесь очень много почвопокровки. Немножко нерегелий. Влезет, наверное, как обычно, не все. Мы взяли с запаса. Мы уже частично посадили. Казалось, столько места. А уже его почти и нет. Сажаем Аккорос. Получилась классная штука прибрежная. Такой злак. Забавный. Ну и тут Лилиопсис тоже будет. Сзади мы посадили некий Сингониум, некий Цисус. Плохо видно, потому что МГшка сверху. И стекло уже такое бывалое, видевшее виды. Здесь у нас Монстера, папоротники и Филодендрон, Борли Маркс. Кстати, как не смешно, большая часть этих растений тоже опять выращена нами. Мы закончили посадку. Повесили свет. Теперь вообще ничего не видно. Это здесь адская конструкция, придуманная Гошей. Мы выведем бутылку биогумуса. Это очень хитрая вещь, очень нужная и необходимая. Без нее нельзя никак. Но на самом деле все просто. Здесь пока не хватает одного светильника. Мы будем смотреть, какого нужно здесь спектра. Поэтому пока повесили просто ее как противовес. Еще предстоит нам закрасить все синие части. А так, в общем... А, ну и доделать водоем. А основную часть мы сегодня завершили. Сейчас еще будет поликарбонат и настройка опрыскивания. Закончили, и наш аквариум превратился во флорариум. Здесь есть туманчик, который сейчас включен. Последним этапом мы доделали водоем. Он будет мелкий. В нем будут жить креветочки. Тут есть переливной уровень, который не видно из-за тумана. Ну, пока вот любуемся. Много лиана очень здесь использовали. Чупакровка, лилиопсис и лептинелла. Здесь вот природные бегонии. Полностью на пробке все, как и планировалось. Теперь ждем, когда разрастется. Поступает очень много вопросов, как сделать вентиляцию в аквариуме, чтобы переделать его под флорариум. У нас есть уже одно видео. Я оставлю ссылку на него, как мы делали с вентиляторами. Здесь мы обошлись без вентиляторов. И выглядит это так. Наверх мы вырезали три секции из поликарбоната. И вентиляцию регулируем просто вручную, подкладывая разные уровни брусочков, чтобы приоткрываться. Вот здесь видна щель. И светильник, естественно, снаружи. Потому что многие пытаются внутрь запихать. Это никуда не годится. Да, светильники обязательно снаружи. И самое главное, аквариумные светильники большинство не подходят для растений в флорариуме. И да, это накладно, но это надо менять. Потому что или сожжете растения, или они у вас получат малое количество света. Им будет недостаточно. А так здесь основной упор на крупные растения филадендрон бурлимаркс, потом монстеры, папоротники крупные, аллаказия, цисус, который пока думает, куда ему деться, на тот свет или все-таки выжить. Перцы мы здесь использовали. Циндапсус, он уже пытается покинуть пределы помещения. И вот здесь вот такая монстерка, которая уже убежала. Мы ее пока оставили. тоже обыграем. И здесь еще есть мини-филадендрон, который все-таки оказался не мини. Вот он уже 15 сантиметров. Будем смотреть, вырастет ли он дальше. И по плану вот эта стенка будет затянута орфитофорами. А на нее уже пошли в рост, но как бы еще место им есть куда. А вот этот участок, там нетида. Микрограмма нетида. Немножко не эригели, немножко тиланси. Так что вот так. Внизу все стандартно. Внизу у нас получается бак для забора воды и бак для слива воды. Используем, как обычно, осмус. В общем, наверное, все. Никаких особо здесь хитростей и тонкостей больше нет. Так что вот так, ребята. Не бойтесь переделывать ваши аквариумы. Дерзайте. Всем пока. С вами были Маша и Гоша.